Приветствую вас! Вы знаете, я бы рекомендовал вам само или иначе число определиться с тем, изменяет вам ваш муж или нет. Потому что, если изменяет, если вы решите для себя, что, к примеру, да, он изменяет меня, ну, в таком случае, в таком случае вам ничего другого не остаётся, кроме как уходить от него. Просто потому, что вы решили, что он изменяет, просто потому, что вы решили, что он с вами нечистен, просто потому, что вы решили, что он, как бы, ну, вас предал. Только, прежде чем уходить, вы подумайте о том, как вы относитесь к своему мужу. Вот. То есть, как именно, конкретно вы относитесь к своему мужу. И если вы его любите, если у вас есть чувства к нему, то мне кажется, что справедливо было бы, если бы вы вы выяснили бы, сперва, что его не устраивает. Может быть, что-то такое все же есть. То есть, может быть, есть что-то, что человека может не устраивает. Может быть, есть что-то, что ему может не нравиться. Может есть что-то, что его может напрягать. напрягать. Может есть что-то, что может возглавь в нем какие-то эмоции, да, какое-то недовольство, ну и так далее. То есть, прежде чем уходить, подумайте об этом. Вперва. То есть, вы снять отношения, он вам все равно правду не скажет. Скорее всего. всего. А если не скажет, то, что вы будете с этой, как говорится, правдой делать. Понимаете? Поэтому ждать от него правды, ожидать от него правды, ну, на мой взгляд, весьма-весьма, не благодарны за него. Скорее всего, никакой правды он вам не скажет. Ну, по крайней мере, той правды, которую вы хотите услышать. Это точно. Совершенно. Другое дело, если определить, к примеру, чего ему не хватает, это уже совсем другая история будет. Если определить, чего мужчине не хватает, если определить, что ему нужно, если определить, что ему, к примеру, может не нравится, то это уже гораздо более продуктивная история. Вы говорите, что он много сидит в телефоне, и вы требуете от него уже его общения. Но зачем ему общаться с вами? То есть, вот вы требуете, а зачем ему общаться с вами? для чего ему общаться с вами? Понимаете? Что вы можете ему предложить? Что между вами, к примеру, общего, именно общего между вами, что? понимаете? Какая ситуация? Поэтому мне кажется, мне кажется, что исходить вам нужно тоже из этого, в первую очередь. исходить вам нужно именно из того, чтобы, значит, вот, мужчине, да, предоставить, что это ему нужно. если сможете это сделать, если сможете предоставить ему, то, что он хочет, что ему необходимо, замечательно, а если нет, то вне зависимости от того, как и что вам нужно уходить будет. Потому что, ничего хорошего из ваших отношений не получится. То, что вы не уверены в себе, ну, на мой взгляд, очевидно, что вы в себе не уверены. Что сработать нужно в первую очередь с этим, с тем, что вы в себе не уверены, на мой взгляд, также очевидно. Другое дело, другое дело захотите ли вы это делать, другое дело, нужно ли вам это? Ну, это уже детали. То есть, это уже детали. Вот. Так или иначе, подходить к этой ситуации нужно. Именно так. Или только так. Я считаю. Диктофоны, недоверие, все отличие, еще больше загубит. Ваши отношения. Если действительно хотите наладить с ним отношения, то не нужно никаких, вот этих вот, вот этих вот, проверок. просто решите для себя, изменяет ваш мужчина или нет, и определите со своими чувствами к нему. Если вы решите, что он вам изменяет, вот, 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 спросите себя, почему, вот, вы пишите, что, раньше я тоже находил пару, пару, значит, презервативов, в кармане, в кутке, но мои вопросы отвечали, что это друг, а дал, чтобы жена этого друга не увидела. Вот. Ранее тоже в бардачке, в бардачке находил, ответ был аналогичный. Сейчас не думаю, что ответ тоже, сейчас думаю, что ответов уже тоже, но доверие, доверие, что-то не чувствую. Так, а что изменилось? Понимаете? Вот, что изменилось-то? Ну, очевидно же, что, что это изменилось. Очевидно же, что, очевидно же, что, что, аммм, что это поменялось. Это очевидно. Очевидно. Только вот, что именно, что именно поменялось. Это важный момент. Вот, с этим определитесь, сначала, а потом уже, можно будет, что-то делать. По-моему, можно будет, о чем-то, говорить. Вот. А то, у вас, полная, полная, неопределенность, полная, полная, неразбериха происходит. Сейчас. То есть, понимаете. Вот. Вот так. Вот так. Возможно, вам стоит не требовать, от него, внимания, как это делаете вы сейчас. А возможно, вам стоит, наоборот, посмотреть на то, что вы, что вы можете сделать вы, для, скажем так, своего развития, для своего, для своего личностного роста. что вы можете, что вы можете сделать, что я могу сделать, как бы, просить у себя. Не требуйте от него, в живого общения, чтобы это не было из попалок. Хочется идти в телефоне, пусть идти, вы занимаетесь тем, что нужно. покажите ему, покажите ему, что вы растете, покажите ему, что вы развиваете, покажите ему, что вы не стоите на месте. Если он был у вас первым, мужчина, значит, скорее всего, мы лично привязаны и, соответственно, он уверен, что вы никуда не денетесь. Это первое. Второе. 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 Если у него такие друзья, которые изменяют, то есть у него в окружении, вот, ну, как бы, принято изменять, да, и принято покрывать друг друга за измену. То есть я, как бы, не морализаторствую сейчас, я не морализаторствую, вы не подумайте, чего, чего плохого. Но если в окружении такое принято, значит, почему вы считаете, что, что и он так же не сделает? Почему? По какой причине? Вот, по какой причине вы решили, что он так же, не так же не сделает? Ну, легко. Все, легко это сделать. Ну, уже есть пример перед глазами, причем, например, работает, вот, тогда не насторожило, почему-то, да, а теперь настораживает. Опять же, да, вот, что-то изменилось, что-то произошло. Дальше, значит, вы пишете, очень страшно мне, не знаю, что делать, если с чего стороны это не надо. А в чем страх, Татьяна? Почему боитесь? А за детей переживать? Знаете, про детей я честно скажу, я вам не верю, потому что, за детей вам, вам нужно переживать сейчас. Уже. вот, вам за детей нужно переживать прямо сейчас. Я не шучу. Я не шучу. Плезно. За детей вам нужно переживать сейчас. Потому что, ну, потому что, детям, как бы, уже, плохо, плохо. от того, что вы, там, ну, к примеру, не верите. Их папе, там, себе, от того, что вы, себя, допустим, как-то, вот, измуряете. Сейчас. да. Да. Действительно, как бы, уже плохо. И, беспокоиться, нужно, о детях, уже сейчас. Ну, что-то вас это не беспокоит. Вот. А по поводу страха, развода, то это, возможно, 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 я не утверждаю, наверняка, опять же, но, возможно, это, у вас, страх, такой вот, перемен. Вот. Это просто страх перемен, у вас, возможно. Но, опять же, опять же, опять же, опять же, а если это у вас, действительно, страх перемен, то о чем это говорит нам, с вами? Давайте подумаем. с вами, если у вас, если у вас этот страх перемен, да, то о чем, о чем нам это с вами, с вами говорит? Нам с вами это говорит, скорее всего, о том, что, что, вы не привыкли, не привыкли, полагаться на себя, в отношении. Вот. А привыкли вы, полагаться больше на, ну, на того же мужа, к примеру. Ну, хорошо ли это для вас, такая история? Нет, не хорошо. Да, вот, очень, очень плохо, что, что вы, не можете, полагаться на себя. Вот. То, здесь, опять же, здесь, нужно, смотреть, здесь, нужно, корректировать, ваши действия. Вот. Ага, значит, я не толстая, при росте 163, вес 65 кг. А, дело, абсолютно, не в этом. То есть, абсолютно, не в том, какой у вас вес, какой у вас, рост, то, что вы, привели это, лишь потому, что вы в себе не уверены. А, вот, машина, может быть, это, как-то чувствует, машина, может быть, это, как-то ощущает, что вы в себе не уверены, и, соответственно, тут уже, могут быть, абсолютно разные моменты, тут уже могут быть, абсолютно разные истории, тут уже могут быть, абсолютно все разные. Вот. Я могу только сказать вам, в том, что вам, как-буть, немножко не в ту сторону вы идёте, немного не туда вы идете. Это точно я могу вам сказать. Вот. Потому что, ваши внешние данные, никак не характеризуют потребность и желание мужчины с вами быть. Если есть духовная связь, то никак. Абсолютно. Вот. Другое дело, если этого нет ничего, другое дело, если нет никакой духовной связи между... Другое дело, если не объединяет вас ничего, вот тогда, да, в таком случае да. Тогда действительно стоит задумывать. Вот. Вы говорите, в ограничении финансовой возможности я очень редко покупаю себе новую одежду. Давайте что-то делать будем, чтобы финансовой возможности было больше. Знаете, давайте что-то будем делать, давайте будем как-то, ну, самостоятельно, может быть, работать, может быть, свой собственный, сочек, да, хуже иметь. Может быть, ааа, может быть, мужчине это и нужно, чтобы почувствовать, что вы такая, ну, более самостоятельная, что вы можете себя, обеспечить, например, обеспечить, к примеру, и так далее. И так далее. То есть, вариантов-то на самом деле масса. Вариантов-то на самом деле очень много. Вариантов-то на самом деле очень большого количества. Так что, ну, опять же, да, дело не в одежде, дело не в одежде. Вы поймите, что в тот момент, когда вы допустили, что ваш муж вам изменяет, в тот момент, когда вы захотели выстрелить отношения, то ваши отношения с мужем по сути закончились. Я не щучил сейчас, кстати, к сожалению. И мне представляется, мне представляется, ситуация на самом деле так, мне представляется делать следующим образом, что вы сами для себя решаете, как и что вы будете делать. А мужу, мужу вы ничего говорить не будете, тем более вы не будете ставить диктофон и так далее. Вот. Займётесь вы собой. Займётесь вы своими, значит, собственно, мыслями, своей реализацией, своим развитием, своим личностным родством, может быть, своими проблемами. На страх, вот, на свой внимание обратите, что тоже очень важно. Вот. То есть, короче говоря, позабудитесь о собственной вашей независимости. Вот. Понимаете, какая история? Победа важнее всего. Это самое важное. На самом деле. А не то, что, вот вы, ну, не то, что вы говорите, не то, что вы пишете. Это как раз то, что вы пишете, да, это как раз такое, не самое важное. Вот. Тут понимаете, о чём идёт речь. Конечно, то же вам решать. Конечно, то же вам решать. Вот. Самое что-то, ну, до конца, до конца, до конца всё равно решать будете только вы. Но вот с точки зрения психологии, да, с точки зрения, именно с точки зрения психологии, именно с точки зрения психологии рекомендовать вам нужно вот так. Так вот, так действовать. Будете вы или нет, это уже зависит от вас, напрямую зависит от вас. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом, думаю, можно закончить пока что. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку Будрата Ночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.